90-летие Василия Макаровича Шукшина А многие жители Нашего региона, я знаю, любят Шукшинские дни на Алтай, которые в июле проходят, именно из-за того, что есть возможность пообщаться со звездными гостями. А кто уже дал свое согласие на приезд на Алтай, может быть, в рамках Шукшинских дней, а может быть, раньше, а может быть, чуть позже? Есть ли, конечно, секрет такой, можно немножечко раскрыть? Мы эти секреты будем раскрывать постепенно. Действительно, с 23 по 27 июля пройдут традиционные Шукшинские дни на Алтае, где в гости к нам приедут и писатели, и актеры, и кинематографисты. Некоторые имена уже можно назвать, потому что, в частности, в рамках Шукшинских дней в Барнауле, в начале этого фестиваля у нас пройдет спектакль «Калина Красная», в котором главные роли будут играть Мария Шукшина, Егора Прокудина будет играть Андрей Мерзликин, который уже бывал у нас. В этом же спектакле играет замечательный артист Сергей Никоненко и еще другие достаточно известные артисты. Мы уже практически сформировали писательскую делегацию, тоже не буду раскрывать и называть заранее все имена, но скажу, что тот же Сергей Шергунов, о котором мы только что говорили, планирует приехать. Еще в июле, да? Или там поработать уже, сейчас он приезжал как журналист, планирует приехать поработать как писатель в составе писательской делегации. Как всегда, писатели будут с разных уголков нашей большой страны, и, например, один очень интересный писатель из Владивостока, Василий Авченко, тоже такого направления, они даже дружат, Тарковский, Авченко, Шергунов, дал свое согласие, сказал, что давно мечтал, с удовольствием приедет. Мероприятие, я уже сказала, стартует 7 февраля, на следующей неделе, почему именно 7? Учитывая 90-летие, оргкомитет этого 90-летия возглавляет сам Виктор Петрович Стаменко, губернатор Алтайского края, и 7 февраля он дает официальный стаж этому 90-летию, он проводит первый оргкомитет, открывает цикл мероприятий, и вечером этого же дня мы показываем наш ансамбль «Алтай» в концертном зале «Сибирь», балет по произведениям, по рассказам Шукшина, который составлялся в лаборатории Владимира Викторовича Васильева «Жил человек». Но ажиотаж на спектакль, на балет столь велик, что вот к сегодняшнему дню все билеты, которые были предложены любому зрителю для продажи, все они уже приобретены, и уже зал, как говорится, полон заранее. Ну это такое будет одно мероприятие, просто старт 90-летия, празднования. Да, но можно сказать о том, что не только же в Барнауле проходят мероприятия, посвященные Шукшину и его 90-летию, ведь многие города и селы исторически связаны с ним. Ну вот вы в Бийске, Шарбановом были, да? Да, вчера мы, можно сказать, проездом, но заезжали в Бийский университет, который тоже носит имя Василия Макаровича Шукшина, и бейчане открыли свой год 90-летия именно таким циклом мероприятий на базе университета. Который носит имя Василия Макаровича. Который носит Василия Макаровича Шукшина. Там были ученые, и студенты, и выставки, и торжественная программа, ну и мы тоже немножечко захватили. Хотелось бы сейчас поговорить немного об издательских проектах. Сергей Тепляков в конце прошлого года издал книгу о Василии Макаровиче Шукшине. Что ждать жителям нашего края, читателям в этом году? Что-то будет переиздаваться? В этом году выйдет два новых издания, а два издания мы издадим вновь. Так очень много заявок поступает, где же купить 9-томник Шукшина, потому что он давно уже кончился. А когда его последний раз издавали? Его издавали в год последнего юбилея. В 80-летие? В 80-летие мы издавали 8-томник, потом дополняли и издавали 9-томник. Но на данный момент уже практически, не практически, а ни одного экземпляра нет. Это большой, крупный, серьезный проект, на который мы также получаем авторские права. Он достаточно затратный. И вот в год 90-летия было бы несправедливо не издать дополнительный тираж, который, конечно, в том числе поступит в наши, в государственные точки продажи. Это Краевая научная библиотека, это Государственный музей истории на Льва Толстого и это Шукшинский музей в Сросках. Вот именно там желающие смогут приобрести летом это издание. Также мы переиздаем книгу «Далекие зимние вечера». Это, помните, та самая, которая делалась нашей детской библиотекой и которая рассказы Шукшина сопровождает рисунками и небольшими письмами детей. Это детское издание. Шукшин не писал специально для детей, но оно сделано так. Так, и два новых издания. Одно из них, это оба эти издания, это книги-альбомы. Одна из них будет сочетать в себе подбор рассказов, а подбирает их Дмитрий Владимирович Марин, который составлял многие издания Шукшина. И она будет иллюстрирована замечательными фотоработами Александра Павловича Валабуева из его фото-выставки «Кислород пикета». Но выставка прошла, мы ее помним, а хотелось бы эти замечательные фотографии иметь в библиотеке, подержать в руках. И здесь, в этой книге, они объединены в одно издание, и будет возможность и в библиотеках посмотреть эту книгу. И приобрести тоже. И также приобрести. И еще один альбом Анатолий Ковтун, который фотографировал Шукшина, у него огромный фотоархив. Вот мы, музей Шукшина, издаст такой замечательный альбом документальный. Коротко мы теперь поговорим, наверное, о шукшинских днях, которые традиционные в июле. Поменяется ли каким-то образом формат их проведения в юбилейный год? Мы сохраняем те основные направления, которых мы придерживались. Обязательно продолжает свою работу кинофестиваль. Это будет и фестиваль полного метра, и мы планируем оставить фестиваль короткого метра, для того, чтобы молодые кинематографисты, которые со временем превращаются в зрелых и знаменитых, в том числе бывавшие у нас на шукшинских днях, могли показать свои фильмы. Естественно, мы сохраняем ключевое литературное направление. Писательская делегация будет ездить по многочисленным городам и селам Алтайского края. У нас это необычно. Для шукшинских дней, как я уже сказала, появляется театральный компонент, но появляется он именно в связи с годом 90-летия, потому что, как правило, лето — это, конечно, не театральный сезон. И, безусловно, тот набор уличных народных фестивалей, в том числе народные гуляния с Ростков, большой фестиваль народных правдок, шукшина и торжественная программа на пикете — это уже неотменимые вещи. Мы просто совершенствуем и обновляем их содержание, гостевую программу. И я думаю, что все наши гости в этом году должны остаться довольны. Ну и сейчас, наверное, все-таки о театральном фестивале, который пройдет в сентябре. Что это будет? Да, театральный фестиваль является, ну, в определенном смысле новинкой. Он не является для нас регулярным. Мы его проводим именно в год 90-летия шукшина. Он пройдет в сентябре, то есть в начале театрального сезона, и откроет театральный сезон. Пройдет на площадке Краевого драматического театра. В составе этого фестиваля будет и наша премьера, потому что в репертуаре этого театра традиционно есть шукшин. И новую постановку увидеть в этот год — это вполне ожидаемо и логично. Но, конечно, с большим нетерпением наши любители театра, жители края, жители Барнаула, ждут те гости, которых мы уже анонсировали ранее. Ну, наверное, с наибольшим интересом театр наций, который приедет со спектаклем, который уже стал долгожителем, то есть ему будет 10 лет, а первый раз он приезжал, получается, на 80-летие, Василий Макарович и шукшина. За это время, как говорится, у актеров, игравших в этом спектакле, выросли дети. Вот недавно они показывали его в Москве, был замечательный репортаж. Также у нас из столичных театров примет участие театр у Никитских ворот и некоторые другие театры. Я думаю, что мы чуть позже приступим к процессу реализации билетов. Сейчас у нас идут договорные отношения. Но это будет интересное, что-то необычное для нас. Во-первых, мы в течение двух недель сентября будем иметь возможность посмотреть разные спектакли по шукшину, ну, так скажем, с разными актерами, с разным прочтением. Где-то, может быть, будут использованы даже одни произведения, и они будут совершенно в разной редакции. Мы намеренно не будем ставить эти показы так, чтобы они шли каждый день подряд, чтобы у всех была немножечко пауза, да, вздохнуть и переключиться на другой спектакль. День будет ходить на эти спектакли, да? Да, да. Я думаю, что это будет обязательно очень интересно. Ну, и не забываем о том, что у нас же еще год театра, и с 90-летием шукшина у нас он совпадает именно в этом фестивале. Ну, спасибо большое, Елена Евгеньевна. Я так понимаю, что грандиозный будет у нас год, и особенно интересное лето и осень. Спасибо большое, да. А я напоминаю, что мы сегодня говорили о юбилейном праздновании 90-летия Василия Макаровича Шукшина с министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой. Редактор субтитров А.Семкин